рада приветствовать всех на своем канале сегодня будет небольшое видео о том как делается такой стежок как бэкстич шов назад иголкой вот на примере этой игрушки которая вышивая на пластиковой конве я вам сейчас покажу это самый такой простой счетный бэкстич вот эту снежинку сейчас будем отшивать вот все эти стежки я не делаю протяжение бэкстича больше чем 3-4 клетки вот видите это длинная такая нить я можно ее сделать из вот этой клетки в эту но через каждые 2 2 клеточки нужно будет еще раз микро закрепкой закреплять но так делаю я потому что он провиснет и это будет некрасиво и сейчас вот начнем отшивать эту снежинку начнем серединке берем обычную ниточку одинарную так как у нас одинарный идет бэкстич в одно сложение и закрепляю на изнанке завожу под отшитые полукрестики крестики вот так и еще несколько раз чтобы нить закрепилась и не распустился ваш стежок вот достаточно если так потянуть все крепко держится ниточка можно начинать делать отшив вот на примере сейчас я вам покажу вот длинный такой стежок на три клеточки как его отшиваю я вот на три клеточки для того чтобы он не провисал его можно закрепить микро стежком в этом месте или в этом это я вам показываю на примере если вы будете делать большие протяжки бэкстича закрепили можно еще и здесь закрепить это я вам показываю на примере если вы будете делать вот вот этот вот эту часть и вы хотите сразу пройтись одной ниточкой то закрепляйте через каждые две клеточки вот таким вот микро стежком для того чтобы бэкстич не провис чтобы потом все эти нити не болтались на работе вот так а можно один раз закрепить и начинаем дальше делать стежки дальше продолжим по схеме вот обведем вот эту сторону вот как я делаю обычно вот можно идти в эту сторону стежками через один а потом так вот возвращаемся обратно сейчас я покажу вам что имею ввиду здесь у нас на три клеточки можем закрепить а можем закреплять когда будем идти в обратную сторону пропускаем пропускаем клеточку вот у нас как идет бэкстич пропускаем делаем шов пропускаем делаем стежок пропускаем делаем стежок пропускаем делаем стежок и возвращаемся обратно заполняем те места которые мы не заполнили прошлый раз я надеюсь это понятно как я объясняю пропускаем вот эти места мы будем зашивать когда будем возвращаться обратно пропускаем делаем стежочек пропускаем также у нас здесь большой стежок мы можем сделать его и таким вот способом делаем на два и еще раз на один вы можете конечно же делать и на 3 на 4 ничего не закреплять но это уже лично ваше дело но у меня бэкстич так провисает и это некрасиво потом с этим нити висят на работе особенно если вы делаете бэкстич до стирки у меня потом после стирки обязательно все весь бэкстич провисает это очень некрасиво и вот заполняем мы все те места которые остались свободны и заполняем их как по схеме и вот здесь можем сделать микро закрепочку так как стежок у нас на три клеточки можно сделать в одном месте закрепочку чтобы быть уверенным что все будет в порядке ничего не распустится далее можем с вами сделать эту часть например посредине крестиков вот здесь выводим иглу и мы можем сделать один вот такой большой стежок на две клеточки а можем сделать в это место вывести отсюда и закрыть сюда вот сейчас я вам покажу сразу мы делаем один большой стежок вот вы можете при желании его закрепить то что видите он вот так вот немножечко провисает не прилегает к работе можете его вот так закрепить а можно сделать вот такими вот маленькими стежками можете также пропускать эти места а можете сразу закрывать но я сейчас пропущу и вернусь тоже место откуда начинала и возвращаясь я так люблю делать бэкстич сначала двигаюсь в одном направлении потом закрываю пропущенные места двигаясь в обратном направлении и вот так двигаясь в обратном направлении у нас получается красивый бэкстич дальше мы будем выполнять вот этот вот квадратик можно сразу же его закрывать вот таким вот способом и так двигаться по всей работе это уже вы выберете для себя более удобный способ ну и также в зависимости в каком месте схема вы будете находиться это вы уже сами поймете как вам будет удобно дальше двигаемся также по схеме дальше давайте попробуем вот эту часть отшить вот так вот попробуем сделать стежки двигаться в одном направлении и и сразу же можем закрывать сразу же это направлении двигаясь вверх сразу будем закрывать все свободные места вот так я надеюсь вам хорошо видно и так у нас получается красивый бэкстич таким способом мы сразу продвигаясь по работе закрываем все стежки так вот можем так вот закреплять если вам кажется что в каком-то месте бэкстич может провиснуть и так вот продолжаем двигаться получается у нас очень красивый вырисовывается рисунок снежинки так что бэкстич творит чудеса работа превращается в очень оформленный и красивый сюжет так что вы выбираете для себя уже как вам более удобно двигаться по схеме или же сразу закрывать бэкстичом все клеточки или двигаться так как я вам показала сначала в одном направлении потом возвращаясь закрывать все пропущенные места заканчивается ниточка и будем закреплять и будем закреплять с обратной стороны точно так же как и крестики заводим под отшитые места если коротенькая у вас ниточка беру нити вдеватель и так вот закрепляем что я обычно дошиваю до самого хвостика коротенького завожу опять под ниточки так как у меня коротенький хвостик я пользуюсь нити вдевателем можно три раза сделать закрепочку для того чтобы точно быть уверенной что бэкстич у вас закреплен это уже также решаете вы сами и по ситуации смотрите вот все обрезаем ниточку вот так у нас получилось так что вот так мы можем вот эту чашечку например я отшивала начала вот с этой стороны прошлась вот так вот через каждые две клеточки в одну сторону потом вернулась закрыла пропущенные места также сделала вверх закрыла вниз сделала вот эту вот ручку вернулась вниз и пошла делать в эту сторону двигалась делала контур также по две по одной клеточки вот так до этого места я доходила возвращалась и полностью так же сделала вот эту вот часть начала с этого места так как это все уже было отшито и двигалась вот так вот по верху делала параллельно вот эти вот все стежки возвращалась в это место потом вот в эту сторону шла но вы чтобы не запутываясь например есть какие-то места где можно запутаться здесь то контур здесь совсем легко поэтому я двигалась в одном направлении делала стежки и закрывала пропущенные места в другом направлении возвращалась а если у вас вот такие какие-то места или вот здесь вот можно сразу делать бэкстич закрывая все пропущенные места и так двигаясь двигаясь полностью отшивая все по схеме например вот здесь также бэкстич было очень легко делать также делала этим же методом шла в одну сторону двигалась и возвращалась обратно здесь вот в этих местах можно сразу закрывать то есть вы должны уже понимать вот здесь вот я также двигалась вот с этой части и в эту и возвращалась то есть вы для себя сами принимаете решение как вам удобно глазки можно сразу делать его выполнять этот бэкстич переходить на носик полностью закрыть губы ротик сделать я думаю что вам понятно если какие-то вопросы еще остались по этому шву задавайте если у вас длинные протяжки я вам уже говорила вот например вот эти все места можно конечно же из вот отсюда проводить в этом место одну сплошную нить но вы должны ее натягивать и закреплять через каждые две клеточки потом поэтому вы для себя уже решите бывают такие работы где необходимо например велосипед вам надо сделать длинные такие протяжки спицы в колесах например и вам было бы неплохо натягивать ниточку вот таким вот способом вы сами для себя уже смотрите как вам будет удобно разместить ее вот например вот так вы хотите чтобы вас выглядел ваш бэкстич значит вы его натягиваете вот из одного места вводите например сюда и уже смотрите куда попадает между клеточками бэкстич и закрепляйте его вот эта нить куда попадает между клеточками и закрепляйте микро стежками для того чтобы эта длинная нить не провисла и так делаете если это касается например колес у велосипеда это к примеру говорю и вот таким вот способом что мне сейчас нет такой подходящей работы чтобы вам показала вот вы прикладываете нить видите как она у вас будет хорошо лежать вот например надо вот сюда колоть и закрепить ее растяжение двух-трех крестиков закрепить обязательно микро стежками иначе все провиснет и это будет очень очень некрасиво я надеюсь что я понятно объяснила если же у вас возникают какие-то вопросы я пересниму это видео и более подробно попытаюсь рассказать как делать этот стежок а на этом я заканчиваю свое видео и до скорых встреч на моем канале всем пока пока я показала как я именно делаю этот шов шов назад иголка вот в таких вот обычных наборов для вышивки так как на самом деле вот этот шов выполняется именно путем того что вы возвращаете назад иглу но для меня это во первых большой расход нитки если вы постоянно возвращаетесь назад как видите отсюда у вас выходит ниточка заводится в эту сторону выводится и опять таким способом вы все время назад возвращаетесь я этого не делаю я для себя выбрала более подходящий способ не знаю кто-то может скажет это неправильно но я вышиваю так этот шов поэтому делюсь с вами мне так удобно и и это получается красиво на работе для тех кому этот метод подходит можете его повторить если же вы хотите полностью следовать инструкции тогда в интернете очень много есть уроков там полностью показан этот шов и в инструкции то есть необходимо постоянно назад возвращать иглу вы прошиваете каких-то там два один крестик и возвращаетесь возвращаетесь идете вперед возвращаетесь но мне так неудобно я так не люблю это очень большой расход нитки но в общем-то и не комфортно немножко в некоторых случаях я выполняю таким способом стежок но в основном я отшиваю именно так как я вам только что показала надеюсь это будет понятно если есть какие-то вопросы задавайте а на этом я хочу закончить свое видео пожелать вам хорошего настроения и до скорых встреч на моем канале всем пока пока